ну что собственно 1 1 1 стеки гол сейчас все только за конекцию телефона все в принципе можно начинать пойдет так обычно плетника на мое удивление в пустом на мое удивление в пустом ничем не приятно кстати смотрел реплей мне кажется можно музыки немного добавить это у меня просто но не знаю наушники выключены может или что одно когда пересматривал запись там музыку так слабо это слышно было так что на мое удивление пустом ничем не ничем не примечательном домики на кровелагере который по сути не является квестом не было не было совсем пусто и оказалось что в этом мире какой-либо направлении имеют только домики главный герой направлении наполнение имен домики и только главных героев но в теории это может быть логически обоснованы тем что сотрудники лагеря просто следят за чистотой сняв обувь мы с пашком прошли к своим кроватям чтобы впервые за сутки а может немного больше намного больше речь на что-нибудь мягкое и удобно и нам аналогично пашку тяжелый рюкзак на пол я запихала под кровать и развернувшись спиной он на кровать советская подушка такая же мягкая и толстая как в садике пошел последовало ему примеру и тут же раздался глухой стук а спинку кровати denis тебе не кажется что этот домик выглядит очень подозрительно да вроде бы не сильно отличается от других пашок вскочил и начал серьезным видом осматривать свою кровать denis кто-то украл мою подушку серьезно кому она вообще могла понадобиться разве что алисе с ульяны бедра хотя помимо них тут еще ли так сейчас я раздумаю как можно выключите мне наушники так ну по факту по факту мне нихуя не работает по факту я ладно читать можно только чуть-чуть вот так вот так разве что алисе вяны для драк хотя помимо них тут еще много и тише шива в этом месте я уверен на 100 36 процентов что это кража кажется у нас завелся серийный похитили подушек вот съебаный детектив ведь как и обосрешься потом маляя ладно я просто помню этот момент нам надо смотреть вместо преступления и сделать анализ только не трогай ничего а то затопчешь все улики облить отпечатки пальцев пошел говорю максимально серьезно я принял сидящее положение и принялся осматривать кровать пашка не вставать свои а надо снять отпечатки пальцев у тебя есть дактилоскопический порошок истин скотч клуб и зажигалка из чего то есть только зажигалка но скотч можно поискать в библиотеке там должна быть комнатка творчества заук ву а залпы о и таким гордатиком чел хорош залупой это кибернетиком ладно не буду заставить внимание порошком подумать надо порошок не проблем можно использовать графитовый ну или детскую прицепку точно мука можно использовать муку на точно где-то должна быть вот и есть у нас список первым делом пошел заглянул под кровать где обнаружил только кучу пыли и пород печи в передней части угли а вот следы вора дальше все так что поверхность кровати было у него на уровне глаз и начал глядываться в каждый уголок а это что у нас тут я под ногтями двух пальцев он поднес улику на свет это уликой оказался волос основная его часть была фиолетовый небольшой кусочек длинный сантиметров ближе к корню приобретал более темный оттенок а мне в том кому он принадлежит не осталось лена это ее волос только у нее такой цвет и а ей подушка понадобится для всю тихо ей подушка может понадобится для всего чего ну и бред был я себе под нос отмечаю отметая глупые идеи связанные с трешем и рутом из оригинала фиолетовый я не знаю никого с таким цветом волос теоретики кто бы это мог быть до фиолетовые волосы тут только у стоит кажется мы кое-что упустили ты открывал окно он выглянул через окно и начал осматривать что происходит наружу вот она и мятая трава и окно который никто из нас не открывал вот это настоящие улики учись пока я жив и первым делом это детектив палец в это самое окно следом за которым послушался звук неудачного приземления я решил выйти через дверь чтобы отсюда в краже осталось хотя бы что-нибудь детектив мне кажется что детектив мне кажется что вы к херам затолкали все улики сами же говорили ничего не трогать так я понимаю что улики так я понимаю что улики очень важно важны так я понимаю что улики так я понимаю очень важны но и ты пойми молодой Нам выпал шанс найти похитителя по горячим следам. Вот смотри, куда ведут следы. Они били прямо в домик напротив, где на его коллекции сидела обладательница волоса. Читай книгу. Это Лена. И внул я в сторону пионерки. Ага, вот кажется тот, кто нам нужен. Шок сравнил цвет волос Лены с цветом волоса, который нашел в домике. Удивительно, что он его не потерял, пока эвакуировался через окно. Надо допросить ее. Я буду играть золото-детективу и припугну ее немножко, а ты играй доброго. Ну и вообще, будь на подхвате и смотри, чтобы она не сбежала. Мы подошли ближе. Лена, кажется, не замечала нас. И не заметила бы, если бы этот детектив не начал кричать. Всем оставаться на своих местах! Это было неожиданно даже для меня. Надеюсь, вы не станете надевать на нее наручники или что-то в этом роде. Я вас задерживаю, так как вы являетесь главным подозреваемым в деле похищения. Ну еще лучше. Вот так. Пошел к схватил Лену и под руку повел ее в домик, пока зачитывал правила Миранды. Миранды. Не знаю. В каком-то своем понимании. Вы имеете право хранить молчание. А все, что вы скажете, может и быть использован против вас в суде. Тогда как в мемах, типа. После этих слов обычно говорят. Не отпускайте меня домой. Ну как, да я все в пизду мемы нахуй. А я все... То ли ты нельзя вырезать? Так, ладно. Но, скажу честно, лучше тебе признать вину сразу, тогда наказание будет не таким суровым. Детектив посадил Лену на стул, закрыл дверь на щекоту, занавесил окна и взял лампу в руки. Кажется, Лена от страха даже говорить не может. Может полегче? Ты прям комнату для допроса с уйдем. Все по плану, прошептал мне. Я надавлю на нее. Если ничего не расскажет, ты прикинешься добрячком. Скажешь, что отпустишь ее, как только... Как только она все выложит. Так, давай по порядку. Имя, фамилия, отчество, год рождения и, наконец, зачем ты устроила похищение. Похищение. Пошел к приблизился максимально близко и буквально испепелял лену взглядом. Сейчас, секунду. Эй, бачка, клоун был. Ну, пиздец, хотя бы... Это расчет сам себе, кто-нибудь, я хуй его знает. Ну, тупо, клоун-няра, я не знаю. План. Кто-то такие. Я не понимаю, о чем. Бери лампу. Кажется, она прямо сейчас заплачет. Мы нашли твой волос на месте преступлений и знаем, что это сделала ты. Просто признайся и я подумаю, что с тобой сделать. Какое место преступления? Что происходит? Пошел, ударил кулаком по столу. Стал, блин. Полегче, детектив. Не перегибай палку. Вдруг стало резко стыдно. Хотелось убежать подальше, лишь бы не видеть этого всего. Кринч. Лена, скажи, куда делаешь подушка из нашего домика? Просто там одной не хватает. Я... Я не знаю. Я приходила просто застелить кровати и прибраться. Ничего не брала. По ее напуганному лицу было понятно, что она не при делах. Но одна деталь все-таки не давала мне покоя. Скажи, а почему тогда окно было открыто? Олега Дмитриевна сказала, сказала обязательно проветрить комнату. Потому что этот домик еще не использовался в этом году. Стоит обычно пустую. Я... Ну и дела. Пан, прости, пожалуйста, это все. Мы, наверное, пойдем. Лена молча легла на кровать и закроется руками. Пиздец. Запугали бедолагу. Как-то ты слишком жестко с ней обошелся. Я понимаю, мы где-то далеко от своей реальности, но все же... Что значит жестоко? Моральная ценность поступка определяется его полезностью. Допрос был полезным? Конечно. Значит, и с моральной точки зрения этот допрос был... Был-не-был чем-то... Был-не-был чем-то злым... Ты вообще знаешь, что такое утилитаризм? Его слова прервались за глухим стуком о спинке кровати. Я прошел до своей койки, лег на живот, попутно засовывал руку под подушку, поскольку привык так спать. В руке было мягко одновременно и сверху, и снизу. Пролежав так где-то с минуту, пришло сознание. Я приподнял свою подушку, чтобы посмотреть, что же под ней. Пашок, смотри-ка. Проговорил я, сдерживался смех и внимаясь под своей подушке. Второй. Наш говорил, блядь, я посрался. Да. Поздравляю, помощник детектива. Вы раскрыли это дело. А теперь отдай мою подушку. И надеюсь, что я не слишком злой. Не слишком злой, чтобы ночью задушить тебя этой же подушкой. Вау. Закончив со всеми делами, затянув цепь на вельке ОД, я направился в седьмой домик. Погодка, мое почтение. Солнышко, птички. Пукахи ружат в травке. Секунду. Блин. Ох, как же заебало это, с мягом из носа. Люба, дорого, что сказать. Найдя до семерки, я постучал и, не дожидаясь приглашения или ответа, вошел. Че, кого, молодежь? Ну, как тебе сказать? Прекрасно. Мягкая подушка греет каменное сердечко. Денис хихикнул. Я так понимаю, вы уже вовсю на флексе? Хайт, заебал. Я всегда на флексе. Как скажешь. Ну, раз так, предлагаю пойти посмолить по одной. Прекрасный план, но почему бы нам не посмолить прямо здесь? Плохой план. Да. Мы же, как на чиле, отыграем спокойных и нормальных пионеров, а курение прямо тут не очень вписывается в наше РП. Да и я не люблю, когда курим воняет в хате. Эх, ладно. Ну, погнали тогда. И да, что за флекс-то у вас был? Очередное раскрытое дело. Весь во внимании. В общем, начал я закрываю сигарету. На дворе сейчас 4 августа 1980 года. Получается, мы как бы пережили 3 августа, наступило 4, но в то же время нас откатило на 42 года назад. Получает? Ну, блядь, это с вопросительными интонацией надо было читать, стука. Получается так. Еще из принтового я узнал, что скоро уже ужин, так что, наконец, перекусим по-людски. И еще, что автобус через неделю будет последним, смена кончится. Значит, канон? Не знаю. Треш обычно сразу себя проявляет. Это с одной стороны. С другой? Тут что-то все-таки не так. И все не то. Тут что-то все не так и все не то. Когда твоя девушка... Я не знаю, это первичный. Когда твоя девушка больна, на вечеринку один... Ну, тут цыглы, тут цыглы. Каноничных сцен не был, вроде. Бля, я не знаю эту песню, так что... Мои извинения. Именно. Надеюсь, я спел не так хуёвого, как моё быть. Я списал бы это на то, что мы приехали раньше, чем идут события. Но нихуя. Неделя как была, так и осталось. По классике модов получается. Сори. Сегодня не выспался. Да, по общей классике всего. Но меня настораживает характер. Как минимум, у Ольги никакой не бравый заряд пионерского. Короче, не тот характер у неё. Какая-то она погашенная или погашенная, погашенная что ли. Но я не шарь за эти ваши Беллы. Мне хватает того, что тут есть какая-то Марина и Сайори, которых нет в Беллу. А значит, уже можно не рассчитывать на чил и релакс. Да ладно. Может, мы попали в хорошую вариацию каких бы то ни было событий. В любом случае, пока всё круто. Ну да, жаловаться не приходится. Ну и каков плана сегодня? Если ты удумал, какой флекс, я пас. Заебался. Я и сейчас-то еле-еле себя заставил встать, чтобы курить. Еле. Еле. Так, не, это я о своём, извиняюсь. Да плюс рубит что-то. Да и устал ходить весь день. Покушать бы, да спать. Считай день акклиматизации. А завтра уже можно и распробовать, что тут хорошего в этом совёнке вашем. Ну, спорить не стану. Не думаю, что сегодня мы что-то надумаем. Можно разве что-то бить сныканый пивасик. Да водочку где спрятать, чтобы мне с ней не таскаться туда-сюда. Ну вот пивком шлифануть нужно было бы кстати. Сладенькой сигаретку дунусь ещё. И спать как младенчик. Ну вот и порешили. А завтрак что, где, как? Да там и посмотрим. Главное не творить хуйни. Почему? Не знаю. Я закурил мне очередную, присаживаюсь на курточки. У меня какие-то странные флешбеки. Ощущения там. Типа дежавю, короче. И вот что мне подсказывал. И вот что-то мне подсказывает, что лучше хернёй не заниматься. А спокойно, так, размерно, с чувством, с толком отдохнуть. Может это дух какого-то твоего незаконченного мода? Нет, вряд ли. Я такое не писал. Да и вряд ли бы стал. Вы же знаете, у меня с чувством юмора проблемы. Ну да. Тогда получается. Дениса прервал шум динамиков, что трубили призыв к ужину, по всей видимости. Опа, опа. А что это? Это то самое? Ага. Ну, тулим тогда. Right. Let's go. Парни явно оживившись, опережая меня, направились к тропинке. А я в свою очередь закопал недокуренную сигарету, после чего уже принёсся их нагонять. Интересно, тут будет вот это... Нет, Маули. Шутки про биткоину местных? Классика. Так что, почему нет? Столовая была битком. Это какие-то локальные мемы. Ну, типа. Я думал, это чисто болотный комьюнити мем не. Ну, наверное, я уже не понял. Ну, анивей пошел кунас небельщик. Спасибо Иисусу. А бит шоу размерно тихо. Ни тебе каких-то соседей по столику среди ноунеймов, или же прописанных персонажей. Ни тебе скалопендр по дефолту 90% сценариев всех модов в воркжопе. Ни ещё какого-либо события. Ребятки уплетали ужин, особо не отвлекаясь ни на что другое. А я в своей тарелке даже не притронулся. Поэтому, когда Пашок уточнил про моё пюре, а Дэн про котлету, я не раздумывая отдал им свою порцию. Странно так. Странно как, наверное. Странно. Странно так. Ну, странно так, да. Я сидел, смотрел вокруг, особо не цепляясь за мысли внутри своей головы, и потягивал остывший и два сладких чая. Почему-то стало грустно. Может, от того, что всё это напоминало мне о моих подростковых и... Подростковых и сменах в летних лагерях? Может, от того, что я не могу понять, как не стоит реагировать на то, что я оказал всё вместе, которого по факту не существует. Типа как сладкий бред. Хотя, я бы предпочел оказаться... Впрочем, не важно, чего бы я хотел. Оставим это за кадровым размышлением. Не знаю, в общем. Может, это грусть? Вовсе не грусть. Или она от того, что... Хер знает даже. Просто грустно. Грустно. Даже выпить чего крепкого не хочется. Что странно. Ну, я уж... Выдал я, нечаянно вслух. После сразу опрокидывая себя от подпечай. Чего? На, задумался немного. По поводу. Да, хуйня всякой. Не обращай внимания. Денис согласно кивнул, после присасываясь стакан с чаем. А я в очередной раз обвел глазами в помещение столового. Антуражи. Кто-то убогий. Всё, блядь, холодно. Я не мог убить. Вы батареи включите? Так, может, именно он тоск умнен и навеивает. И навевать на ней. Блядь. Наверное, навевает какой-то задрепанный, совковый, депрессивный, полюбасовый. Я хмыкнул и умнулся. Ум... 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 Разобравшись с разбором обстановки и ужином, мы незамедлительно проследовали на полянах, где-то кисали ещё днём. Ребятки нашли свой пивас и уселись на поваленные деревья. Уф. А я, в свою очередь, уселся на небольшом пне, вынимая из-за пазуху бутылки, бутылку красноармейской сигареты. Ох, а такой точно ослепных недолго. Ну, не читатые сотки явно. Тут согласен, не дотягивает. Ах, класс. Буду пошёл, делал готов пила. После облокачивать на ствол блистающего дерева и закуривая. Поел, попил, покурил. День удался. Теперь ещё поспать часов сорок. И сказонька. Поддерживал. Я сам вымытался, как собака с этими походами по заграничью. Я не стал ничего говорить. Лишь хмыкнул и затянулся, поглядывая в небо. Так-то неплохо. Так-то неплохо. Даже я бы сказал. Не скучно. Согласен. Вроде делал ничего. Но день пролетел незаметно. Да и вполне неплохо. Ощущение такое. Словно с друзьями, весь день гулял, фигнёй занимался. Ничего сущего. А приятно так. Кайфово. Флекси. Не на все 136, но флекси. За флекс тогда. Ребятки стукнули с пивом. Я же приподнял свою бутылку. После чего дружно выпили. Сегодня они были более живыми, нежели прошлый вечер. Если вчера я был целиком и полностью в своей тарелке, а они явно жалили о прибытии в крыску, то сегодня ровно наоборот. В этом всем... В этом всем открывается довольно простой вывод. У нас совершенно разные зоны комфорта. Впрочем, вчера я ожидал общего разговора по душе. Может, зря ждал, и мы действительно разные люди. Хотя при общении в DC или еще где, таких мыслей не возникало. И мы вполне с тем же пашком могли пообщаться, общаться по добре вчерашнему моему новому имшире. Может, они просто вчера устали с дороги. Я действительно зря полез с беседами о дипровых вещах, которые я, к слову, дипровыми не считаю. А даже напротив. Вполне обычными и повседневными, кои помогают с этой самой дипровой справиться. Хер знает. Впрочем, какая сущность разница? И сказать, что что-то изменилось. Вроде бы все те же ебене, но все же к черту. В очередной раз, и вот я поганая по его, и задаваясь вопросом, что со мной встала. Нет, неправильно, что мы черная врага, Наталья. Рейк-явик. Все, сдаюсь. А, победка. Дорога, да. Наждаст, только городов учил. Ну, типа. Просто мы обычно делать нечего. Вот мы в города играем, пока объедут. Да, анекдот встроен. Простижница? Это хайт. У нас больше локальные приколы, как и вся эта история в целом. Ой, что? Например. Ну, типа. Нашел я у девушки тест на беременность, а там одна полоска и три точки. Хе-хе-хе-хе-хе. И? Я же сказал, локальный прикол. Ладно, верю. Эль шелкнулся, окончательно расплываясь в усталости, попутно стряхивая пепел соколька в пустую пивную бутылку. Путулись, банкинкинадо. Да, давно пора. Что-то мы засиделись. Айт вам вообще устно. Я бросил взгляд на лежащее на траве тело, смотрящее в покрывшееся звездное небо, попуская в него строить дыма. Да не, живой вроде. Вот так или иначе, надо бы идти. Время не детское. Во сколько тут отбой? В десять вечера? Может быть. В лагерях я особо не бывал, так что не шарю за эти приколы. Я в этом деле на вас полагаюсь. Вы же шарите за это место. Ну, как оказалось, шарить и быть тут разные вещи. Вообще, я когда читал все это, думал, лай, вот я бы сюда попал. Такой бы флекс тут устроил с пионерками, комсомолками. Так бы и отжигал. А сейчас думаю, а зачем оно надо? Просто посидеть, погреться, никуда не торопиться. А что бы я не пилил никто. Не маячу. Maybe. Хотя, будь ты один, а не с нами, то было бы по-другому. Мы типа как фильтр и... Мы типа как фильтр и сдерживающий фактор друг для друга. Бля, в смысле? Ну, типа не начинаем там истерить, задаваться вопросами всякими глупыми, творить фигню всякую. Может быть. Просто кайфуем и все, собственно. Я закинув окурок в эту бутылку и спрятав ее под куст, упер руки в землю и принялся подыматься. И стал мне выпрямиться, в глазах нагновение потемнело. Голова вскружилась, а чего я слегка пошатнулся? О, полегче, спортсмен. Куда разогнался? Со смешком прокомментировал Денис. На тот су... Ай, вставай. Ага. Только и выдал он, приподняв голову и сделал... голову и сделал глоток из бутылки, осушая ее. Пиздец. Ты все выжрал? Ага. Задумался немного, увлекся. Я лишь поморщился, но не стал ничего говорить. Ты идешь? Да, сейчас. Он слегка постановая, поднялся на ноги, держа за ствол дерева, больше чего закинул огур в пустую бутылку и аналогично мне, знак ее под ближайший гус. Так, ну у меня тут просто какие-то шумные, я не знаю, что на стриме этого не слышно. А, все прошло. Пепельницы есть, можно официально объявить это место курилкой. Только и выдал он с глупо-пьяной улыбочкой. Конечно, мы же образцовые и настоящие пионеры. Природу беречь, старше помогать, не пакостить, не врать, девочек еб. Ну, это уже не тот девиз, да? Ну ладно, путаю постоянно. Да не, все правильно. Трахать, 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 трахать. Выбросившись из курилки, мы медленно двигали по лагерям. А это пошатывайся стороны в сторону, смотря куда-то в пустоту перед собой, смотря куда-то в пустоту перед собой. Здесь же оглядывался по сторонам, иногда улыбаясь, словно как-то по-детски. А я хулиным РЖДшником. Мне признать честно, тоже было кайфово. Не то, чтобы я втянулся или был счастлив. Ни хуйня? Не, хуйня это все. Просто дело в том, что меня ничего не задержал. Кроме хайта, конечно же. Вот это, вот это вот приятная усталость, в которую я не верил. И сегодня выходит. Хотя я не особо понимаю свои ощущения. да, я никогда особо понять нему. Но главное, что меня ничего не бесит. А обстановочка вполне обещает нам интересный флекс в последующей пару дней. А может и нет. Не хочется верить, что да. Ой, ну хочется верить, что да. В конце концов, я даже не хочется думать ни о чем. Я каких-то тп в прошлом, не вчерашнем поезде. Ну и круто. Ну и круто. Ну и круто. Не понял. А все. Уже на развилке хайт откололся от нашего стройного. На предложение Дениса проводить. Оказался, лишь махнул рукой и свалил по дорожке, чтобы с вами домика. И бачья, Ольга, перегарщик, почувствует. Просто не помню, я пару раз во время стрима выходил за пылом, за алкогольными сладостями, так сказать, или просто отходил в туалетах, что я некоторые моменты не помню немного. Да. Так, отмахнул рукой, лишь подрожить свой домик. Раном какой-то. Я на просто водки всосал. Думаешь? Да, я хуй знает. Ну, у меня, в принципе, такая же херня, если я переборщу и в зависимости от компании, хотя, может, не только в зависимости, я у меня и страдаю. Там такой дипровый достаточно. Да, я хуй знает. Решил идти один, пусть идет. Немаленький уже. Да и куда ему тут идти? Мы же сами сказали, что там возрастные точки стоят. А, возвратные точки стоят. И нас все равно лагерами вернет. Да не вдруг с кем сцепиться? Или каких еще друг налывает? Он не выглядит агрессивным. Да и кому? Он просто опять дипрует, наверное. Поэтому и решил один пойти. Погрустит, поплачет, да домой пойдет. Так что не парься. Денис Денис лишь неуверенно качнул плечами и мы двинули дальше. Водевшись в домик, я скинул себя куртку и джинсы. После сразу ныряли лицом в подушку. Осталось приятно ломило косточки, а мягкая постель еще больше затуманивала сознание, заставляя мозг отрубиться раньше, чем закроются глаза. Добрый. Только и бросил я. Прикрывайся от крывал. Добрый. Я лишь слегка угнулся этому, после окончательно перестав сопротивляться сну, лишь напоследок прогнав мысль и надежду, что завтра будет лучше, чем вчера. Пора. Пора. Завтра будет лучше, чем вчера. Пока. Пора. Сквозь невнятную мутную и бессознательную тьму я ощуял легкие касания на лице. Скорее не касания, а даже шлепкие. Следом за этим уши ловили едва слышное эй, следом на котором в них закрылся щебет птиц, тихо ружжание и шелест веток по окну домика. Утречка добрая, Оленька, только и проговорил я, почти шепотом открывая болящие глаза. Голова окружилась в тело мило, а живот неприятно ныл. Вместе с этим меня ломал жесткий сушник. Ага, доброе, уже обед почти, только проговорила она, еще разок одарив меня подщечиной, от чего скрылась из зоны видимости. Я присел на кровати придерживая голову и шар по местности глазами. На, только сказала на, протянув нестеклянную бутылку и сундуки 17. Ого, только выдал я, открывая зубами крышку. Спасибо. Да не за что, сказала она, садись на кровать и доставив какой-то журнал, начала его перечитывать, попутно прокручивая в пальцах ручку. Я присос к бутылке, наслаждаясь с прохладной минеральной водой, от которой моментально и взор стал более ясно. И голова заработала. Да еще вернулась жизнью в бренную телу. Прямо молитвы исцеления. Отпад. Довольно выдохе выдал я, отстраняясь бутылки. Еще раз спасибо. Думаю, мне не стоит спрашивать, куда поделалась бутылка водки, которая пропала мне вчера. Думаю, вы сами все прекрасно понимаете. Не стыдно? Разве что-то, что моя шалость раскрыла. Разве что-то. Я завис. Разве что-то, что моя шалость раскрылась и узнали, что злейшим похитителем был я. Разве что-то. Наверное, разве то, что моя шалость раскрылась. разве что-то, что-то, Все от веса. В остальном не особо. Но еще за то, что вам пришлось дышать перегаром. Уже более извиняюсь, добавил я. завтра будет лучше, чем вчера. Дев еще глоток и поняв, что жив цел орел машины убитый хищник, поставил минералку на стол, скинул ноги на пол, поправив майку, завязал кут, что лежал на полу на поясе, качать, подумать с кровати. Еще стыдно, что не поделился с вами, обещая справиться. Послушай. Она отложила ручку и поняла на меня взгляд, подымаясь в место. Не похож ты на пионера. Да, я, увы, не пионер. И что же ты тогда тут делаешь? Отдыхаю. Кто знает, может мне еще не поздно стать пионером. Я вроде выгляжу на все 16. Мм? На 30. Черт, это грубо. Но все равно, стид. Я лобнулся и. Надеюсь, ты не шляхся в непрестном виде по всему лагерю. Мне в тему спросила она еще серьезнее прежнего. Нет, ошибался по лескам, а как все вокруг уснула, сам отправился на боковую. леска, 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 хотя нужно было лечь в шезлонге. Это бы избавило нас от этой неловкой ситуации. Неловкой для кого же? Для каждого из нас в той или иной мере. У вас какой-то грустный вид, что-то случилось? Я потянулся, похрустил шею, потянул спинку и потянул спинку и после всех этих манипуляций достал сигареты, мы поймали готовить сразу убрал их обратно. Гля, дурак, ты у меня случился. Ах, когда мы, когда это мы успели, извините, голова немного того, с утра. Идей, друзей своих, буди, того, а потом все ко мне. И сказала, она устала. Мем есть мем. Странная. Я думал, разнос кабины будет, а нет. Странно. Очень странно и подозрительно, не канонично. Дела. Я решил размяться на наклонами стороны в сторону и скручиванием. Подрожки слегка шоркой кедами и по дорожке слегка шоркой кедами по редким мягким камушкам бежала славя, заметив меня добавившая темп. Физкульт привет. Нихао. Ты приболел? Ваня. Ну, проспал завтрак и линейку. Да и сам вылечишь не очень. Ну, не знаю. Мне кажется, как всегда, свежий и неотразим. Я подмигнул ей после разминаю руки и ступни. Ну, может быть, спорить не буду. О, как. Только подумал я, поправляя куртку на поясе. Мне тут надо товарищей разбудить. Не пробежишься со мной за компанией до седьмого. Почему нет? С радостью. Нормально. Блять. Подскочив на месте, выкрикнул Денис аккурат в тот момент, когда Пашка попытался встать, но скачал вставать на пол. Утро доброе, блять. Столько хайд. Какого черта? Разминаю ушибленное плечо, недовольно поинтересовался Пашок, подымая с пола. Ляяя, блять, нихуя, блять. Какой мачо. Как сладко спал. Сны красочные видео. Вот же. Я тоже сладко спал. Без сонов, правда, но уже обед. Скоро обед, точнее. Так что, подъем и за мной. Куда? Денис потягивался на кровати, явно желает помять по душу. А, она желает помять, помять, подушинце. А, подушинский, еще не, все, я понял. Я понял этот флэнгвич, сказали, выголоски, you know, right now. Ольга, Ольга запрягла. Сказала вас в охапку и шагом маршки. А полегче нельзя было нас в охапку. Одеться-то можно? Можно. Но не обязательно. Наверное. Я не уточнял эту деталь. Давайте. Руки в ноги, погнали. Когда с собираниями, одеваниями было покончено, меня спеша двинули обратно к домику пожатые. Вот они мы. Хорошо. Отложил в газету в сторону. Ольга встала с кровати и залезла в свою тумбочку, вынимая оттуда три листочка. Да ладно? Серьезно? Это обязательная процедура. Может, можно обойтись без этого? Мы вполне себе знаем, что тут и где находится. Надо. Только я отрезала она. В конце концов, вам будет чем заняться. то, что нужно. Как раз познакомлюсь с лагерем. Довольно выпалил по шоку, отчего я борся на него полный непонимания взгляд. Серьезно? Yes, of course. Класс. И еще. На вас нашли форму. Ее можете забрать на складе. Но сначала умойтесь, а то на вас смотришь, самой спать хочется. И да, она вновь поглядела нас слегка зевая, прикрывая рот ладошкой. Ладно, парни, ты ебаный. Еще такое. Вдвое какие-то немятые. Обратился на кашку с Дэном. Видимо, мне повезло с моим соседом. Ладно, идите, давайте. Тулеп. Вода че-то слишком холодная. Пожаловался Дэн, отходя от умывальника и поставляя лицо в солнышко. Да, хз, вода как вода. Просто хайджи в те времена, когда горячей воды не существовало еще. Ему все нормально. Да-да-да. Только выдал я, покачивая рукой и попытно зевая. Ой. Я поднес в карман куртки и достал туда сигареты. Прям тут. Да, тут нет никого. Вон, отойдем до умывальника ближе к виску. покури. Не, я сначала бы паку, я сначала покушал бы. Не курю натощак. Это верно к слову. Я курю, чтобы не хотеть есть. Да-да, у тебя постоянно жрать ничего. Призять, порой поражать, как ты еще жив. Верешь или нет, я тоже. Видимо, у кого-то свыше на меня планы. Ну, говоря о планах, у нас они есть? Или опять все воля рандома? А почему бы и нет? Хочешь, что самое тихонько идет, а мы будем в это самое тихонько вливаться. Да и вот, я потряс перед пашком для подписей. Тебе Оленька уже придумала занятие. Кстати, может забудем обходной? Ты придумал хитрый план? Ну, не знаю, может просто каждый сходит в одно место, а потом просто подписи перекатаем и все. Звучит как план. А зачем куда-то ходить? Скоро обед, а там будут все нужные персонажи. Так вот, почему бы нам просто не взять у них тех разных подписей в столовой и все. Звучит как хороший план. А Ольга если? А мы беспаливаем. Чтобы одни агрессии не нарваться ненароком. Каждый возьмет по одной разной подписи. А потом после обеда уже отойдем куда? Перекатаем недостающий друг. Ну, пойдет, пойдет. Ну, и отлично. Я закрывал, я зарывал курок в кучу зим сэка. Ча. Хорошо. Я зарывал курок в кучку земли замывальником и набрав руки воды оползнул лицом после пифа бодрящие водички прям с крана. не врал я высос в сессии что вода здесь просто пушка только выдал я под шум горно призывающего ребятишек на обед. Завтрак за 20 советских деревянных получается. опять же для нас завтра так что не задерживаемся надеюсь на макарошки на макарошки я больше не мемчестер уже выхожу по площади я остановлюсь соглашаюсь с мыслью проскочившие у меня пока задники сменяли друг друга так идите без меня я догоню смысле что за тайные приколы никаких тайных приколов нам же ручка нужна чтобы вставок подписи собрать верно так вот я пойду зафармливаем ручку что ж вроде без меня отвечу я у меня курс в сторону домика пожатый знаешь а чё пошел когда мы вошли в столовую и начали бегать глазами в поиск свободного места поля я хотел бы прокомментировал этот реальный соненок типа я же видос как там люди ну вот это место типа в реальности что-то подобное существует и люди вот-вот это совенок фес собираются там такая кринжатина это просто это такой трэш я хотел бы чтобы хайп это на стриме прокомментировал вот просто досмотрел до конца несколько эпизодов и просто нафу прокомментировал вот это был бы контент так начал пошел когда мы вошли в столовую и начали бегать глазами в поиск свободного места меня порядком бесит такое количество людей почему не люблю есть на виду типа хз просто некомфортно себя чувствую а даже когда магдак беру какой-нибудь я в тачке или до дома безу остынешь же зато без дискомфорта что тебе кто-то в рот заглядывает ну это же совет ну это же совет тут все тут все ну это же совет тут все и у всех одинаковые чтобы никто тебе в рот не заглядывал выдаю я нежным для самого себя странное выражение в рот заглядывать я лишь согласно кивнул почему мы направились к войну вместо окна чуть позже к завтраку присоединился хайт посаживать за стол и уже по его центру ручку черт гречка гречка это куча витаминов железо кобальт магний и кальций полезно для здоровья я понимаю ничего против не имеет но как и говорил мне хочется макарон даже если просто макароны без гарнира или еще чего главное чтобы смазаться ну да ладно мы бедные люди едим что дают так что приятно всем спасибо и тебе так а чем он запивай кашу чай чё по обстановке женя тут шурик вроде да он сидит билета за одним стольком стаде амеку а все вижу надо бы собрать все что надо пока они не разбежались кто куда но я пойду уже не подпись возьму ну вроде как познакомить ой а кто бы блядь подумал дядь ну ладно я молчу ничего не пиви да да познакомились они как и скажешь что она твоя это как я вайфу выйти в вашем вайфу что-то типа вайфая нет пошел кто здесь большая разница вайфай дает интернет а вайфу вообще я поперкнусь отдавить гречки и смеха тихо-тихо а ты как-то горбиком по я поджимаюсь раньше женщиной он уносит мне а пошел кнись его так стукну по спине хочу гречка застрявшая в горле вылетела изо рта обратно стрелку спасибо я вот задумался насколько это нелепая смерть рибнется от того что ты подавился едой был у меня случай когда братишка друга моего чуть ложки борща не захлебнулся в прямом смысле так вернем так вернемся к насущным насущным пошел я пойду девочки вокалоидом когда я пойду кибер киберпанком от залпом с шестоканчами пошел к ты первый а че в смысле ручка одна а подпись надо 3 по очереди пойдем ну ближ погоди Денис да я свой обходной зачем не будем ебать мозга и сразу поставим подписи а ну ладно держи от передал пашку листы и тот остался места прихватил с собой ручку и пошел к столу где сидела мику компания с Леной и Алисой сфьян су начал я чуть выждав покручивая в руке граненый стыкан как думаешь ну типа вот если попроси подкатить поля ну бля Денис дело твою пагерь блядила все что хочешь так вперед с песней усмехнусь лекарь что конкретно тебе интересно да просто не знаю есть ли смысл ну типа она же нереально и все такое блядь дядь но сейчас еще найдем бухлишко ты нажрешься и бух поджерст подкатываюсь идеально план а потом как придумать тульку или как это правильно не хотелось бы деград деград ского уровня такого опускаться деград ского так что не знаю стоит ли но если у тебя есть желание зафарм почему бы и нет да не я про и да я не про это я к тому что вдруг это потом будет тяжело и грустно и все такое а я понял и типа того самого тяжело переносишь расставание типа только ответил я уже стыдясь своего вопроса и того что вообще поднял эту тему ну смотри сам конце концов даже этот клип и мы действительно вымрили это все некий предсмертный адвенчу перед забвением то он развеется может ты ничего не вспомнишь если мы каким-то образом вернемся в наше время а может мы вовсе сдохнем так что почему бы и нет а с другой с другой смотри сам он лишь пожал плечами откидываюсь на спинку стула как ты сказал когда я сотку как ты сказал когда я сотку предложил плохой один раз живем вот именно дэнчик жизнь короче чем кажется так что нет времени думать правильно или нет лучше один раз охуеть чем остаток лет жалеть что загасился так что решай сам я бы на твоем месте пошел на поводу желаний получите и пиздуйте расписываться пошел положил на стол ручку я подняли листы после садятся на стол и присасываясь к стакану жадно поглощая чай пиздец и на троторе я просто в шоке кружок песни петь музыку делать в задницу добиться под рояльем ужас я вообще быстро не перевариваю да еще и с таким потоком рандомные информации ужас голодом скипит канонично чаплину вас взял со стола листы с ручкой удалился к столу кибернетиков совсем так плохо вообще ужас вы у меня знакомы который любил когда девки без остановки было болит и теперь я реально думаю что он поехавший поехавший на все 215 процентов я не ответил лишь продолжал прокручивать стаканом в руках пожалуйста хайт быстро вернулся за стол уже передо мной ручку и листы воучить что ты быстро ребятки оказались довольно дружелюбными и заговорчивыми только ответил он поправляя куртку на поясе как грит как грится после сыгного обеда по закону архимеда чтобы жиром не заплыть нужно срочно покурить так что Денис ты давай иди а мы за столовкой еще прикуркуемся прикуркуемся го тулем ну подождали хоть да вместе ну подождали хоть да вместе мы пошли мысли к негоду обратился к ним я и перестав крутить стакан и допив его содержимое взял листы и направился к стольку за которым сидел жене привет приятного аппетита обратил себя к девушкам что о чем-то отвлечено переговорилась изредка ковыря ложками кашу привет спасибо спасибо даря может тебя на секунду она поднима на меня взгляд сияны вопросы по крайней мере мне так показалось я не силен в чтении того же что хотят сказать или о чем человек думает по глазам славя и саярь же залубались по поводу хочу кое-что с тобой обсудить это ненадолго буквально минутка ну ладно она вытерла рот ее руки салфеткой вставая с места и отвела ее к нашему стольку и закрыв его спиной от глаз пожатого стола оставались такие ручку из кармана не поможешь это что обходные а зайти после обеда в библиотеку совсем никак честно лень бегает туда-сюда по всему лагерю кто-то бы одним за одним к старшим по кубам бегали понятно она взяла ручку и поставила его подпись на трех листах спасибо большое да не за что должен будешь она подбегнула у меня сразу удаляясь обратно к столу конечно только выдал я по ушепотам я лобнусь и убираю в корму на входные и направлюсь прочь столовой и щавочек доебица ах или ты такой счастливый являет вера честно странно я себя чувствую плане от выдохнут дым разглядываю горячую спичку ну типа благодарю оборвал меня подкуриваю сигаретку ну типа хуй знает вроде как все заебись а вроде хуёло теперь я не понимаю что вообще происходит ваня да всеобщим и со мной и с окружением вообще ничего понять не могу со мной вообще нихуя в голове нет ни мыслей ни чувств тебя хроническая депрессия что ли ни хуя взгляд хоть недовольны я тебе говорю иди психолог я тебе говорю мой психолог бросился с моста в реку ник не к кому ходить ну в диспансер сгоняй посетишь на антидепрессантах немножко мб получше будет он довольно умнулся обожаете пилюльки счастья дай угадаю превышение дозы возможно совместно с употреблением алкогольной продукции пароватством вы чертовски догадливы пиздец задам вопрос который я задаю постоянно как ты еще не умер отвечу так же как я отвечаю постоянно а хер его знает хотя я бы сейчас не отказался хотя бы сейчас не отказался наверное от 10-20 кубиков морфи а в кексову можно достать опиум на что вы намекаете на что уважаемый просто информация для и просто информация для интересующихся а вы как я погляжу интересуетесь ну все бы хорошо но есть один хуй это ваша телепортирующая невидимая истина да и это очень грустно что грустно все денис неожиданно выруливший из-за угла ну ты так не пугай а то сердечко у меня слабенькое сердечко у меня с вами ссоре так что вот тут обсуждали да ничего особо да ничего особенного речь о границах лагеря уже свалить хотите отговорит что в совке издана стать опиум поэтому я теперь хочу его получить получите лучше он осталось карманной свернутой обходные листы и раздал их ну все получается а нет этот пункт остался ну можно просто толпой загонять до проставить далеко сразу за площадью а у нас какой план ну пока никакого закрываем обходной процентов а дальше уже плясать будем по ситуации но я же вчера книжечку книжечку взял почитать можно на пляжике под солнышком под прекрасный советский лимонад где бы его тут взять разве что в столовку залезть на поискать там она искать там в надежде наверное его наличие ну а так да как вариант культурно отдохнем почитаем подыграем ну тогда не будем задерживаться погоди погоди есть проблема книга одна а настроя такой один снизу другой сзади 3 ой не тот сценарий нужно поискать либо еще хотя бы одну книгу где мы найти такую кое-как библиотеки имеется поболее одного экземпляра ну тогда ее библиотеку заодно в мед за последнюю подпись ну го ща ща покурю быстренько до кури не торопить до кури не торопись смотрим в глаза не провоцируем полетел полетел полетела так только сказал хайп после постучал в дверь медпункта и неожиданно и не дожидаясь приглашение открыл ее заходя внутрь доброго доброго времени работниками медицинского труда выдал он с порога и оторвавшись от работы с бумагами к нам вернулась местная медсестричка иван доброго дня здрасьте я был чуть не и зашел сыной настрой как я потек чтобы меня конфуз я был чуть не зашел сыной но старался смотреть четко в глаза хотя желание опустить их чуть лиже было неимоверно сильным и нет я не пубертат просто люблю просто люблю эти вот халат медицинские да еще с таким декольте доброе утро она подозрительно нас оглядела вы по какому вопросу на больных не похоже разве что не в том плане добавила на последнюю сутку обходной по надоевшей классике так сказать давайте мне ваши обходные звучит слишком жарко у кого что болит мальчик так что последний за комплимент а это уносили и протянул свой лист его примеру последовали и мы по закону архимеда после обеда чтобы не по телу не кусали комар и все миссия выполнена здесь я получил награду достаточно опыта и хороший шмот а 10 честь хотел а ты сейчас захотел почему бы и нет пионерский сетку дадут он идет на паладинов ставки не любили геев так что ой то есть я тебя понял но не обижайся уже на подходе к библиотеке я замечу что возле нее оттуда сюда ходится и явно чем-то озабочена ухо я приветствую и я когда мы подошли ближе привет здрасьте 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 что там вы такие грустные и в такой чудесный солнечный день что случилось что-то потерял ну вроде того я должна сегодня книгу дать а и найти я не могу а по это дело для лучшего на 1 всего в этом городе да ну не на просто пристрастием снова будет так тихо всем работает профессионал и так сайори нам нужно составить картину преступления последнее место где увидели пора пропавшего список возможных подозреваемых подозреваем конечно нельзя исключать что это было похищение ой да да в этом случае дело будет куда страшнее и опаснее не стоит беспокоиться настоящий детектив как я ничего не боится и так когда последний раз вы видели книгу ну вчера примерное время где-то после обеда точно не помню нервничаю прости она виновата улыбнулась ничего страшного любой бы на вашем месте за нервничал но вы молодец хорошая держитесь и так если у вас на примете тот кто желал кто также желал обладать этой книгой я даже не знаю мало кто любит читать подобное разве что вена а вот она что для доставки так или уже тушил морально не слова больше идем нам нужно ее найти я больше уверен что это именно она похитил книгу почему так уверен чуйка настоящий детектив чувствует негодяев идем вот и нашли чем заняться далеко идти не пришлось я на сидел на площади прячешься не раскидистого дерева дорожки что вела к домикам и кажется была обогащена чтением книги кое разложила у себя на коленках идеально но он признать она гениальный преступник прекрасно понимаешь то уж способ спрятаться оставаться на виду но будь она хоть сто крат хороша и все равно не сравнится с моими талантами ну арно чего попалась это опять ты заебал чубами психу отойди уберите его опять ты блин я я уже читаю я уже читаю эту ситуацию я все жалко дядя одни сказал ёбаный псих или типом мошеннишим и так удачно спланировался похищение да я в эту книгу за рук и потряс ей перед лицом преступницы я сразу же понял что это ты тени тачки для к тебе твои планы маскировка были хороши но ты не учил 1 что только тебе что только тебе могла противовую мысль украсть эту книгу все кончено мера да что ты пристал ко мне ваш да это не мая книга совсем не так дал бы а идиот сумасшедший ну в принципе ну что вы хотя книгу из моих рук где она быстро вскочила и направлюсь прочь класс только выдохать тяжело выдохнув теперь она пойдет жаловаться планы я пойду с ней поговорю а вы дальше играете будет всего он начал бы уходить но потом резко обернулся denis пригляди за нашим детективом ладно откинул после ускоренным шагом направился за дедой ошибочка вышла это было грубо немного да мы все ошибаемся а извиниться она не дала мне шанса ладно главный подозреваемый у нас казалось невиновен то придется прибегнуть к другим методам расследования этим для начала может просто получше поискать в доме и где живется вере может она просто нашла им поутру завалилась за кровать тумбочку еще куда да именно с этого стоит начать я вроде везде смотрел но может и правду просто невнимательно когда отправляемся обыскать везду миксеры и таки не найдя книгу я сидя на лавочке и нижесть на солнышке буду на этом последний пашка закончится но так нужно приступать к следующему следующему шагу нашего дела какому ссылка спросила пионерка по всей видимости как мне казалось явно заинтересованным даром на мероприятие а ну шо блять после этих слов я походу раскрыл преступление она сама ее заныкала чтобы привлечь пашка и узнать его имя ну либо что-то в этом духе сама же совершила преступления теперь я блин тут переменяемся местами теперь я тут актив не буду скрывать это было забавно для начала и несуразно глупо в конце концов нужно восстановить картин событий вчерашнего дня и так цели где-то точно после раз видео книгу ну на пирсе мы с тобой тогда познакомились значит нужно отправлять сюда и надеяться что следы еще остались я хотел бы лотка отколоться отданы адвенчуры но припомнил что мне вроде как надо было бы надо было надо бы за пашком приглядывать а то мало ли хотя что он натворит разве что только опять не напугает кого-нибудь поэтому я с громким выдохом встал с места направлять за парочкой сторону пристани и так мы на месте мы стояли примерно здесь 5 я была книга бы тем была книга это точно помню ибо когда мы столкнулись сразу обратил на нее внимание потом он начал разговаривать потом пришел же не и позвал меня с собой женя значит и куда вы отправились библиотеку отлично направляемся туда дать идеально прав девочку воскликнул паша почему они дружно и быстро зашагали в обратном направлении вводила и любите кажется что книгу она как раз таки в тот момент я доложение забыл об этом но оставит библиотеке уже на подходах я тормознул пушка лучший давай это допрос если он будет проведу я ладно а его не думаешь твои методы более действительный помощник двестины помыслик ну мне же нужно практиковаться не так ли подыграл я ему уже верно нельзя стать хорошим детективом без должной практики двинули да ладно тут это даже в блиц вообще никаким бокам не связано это чисто дать хочется женьки пообщаться ну и внутрь и пошел принесли сразу оглядывать стол заведующим библиотекой эй потеряли чего снова привет а чего шаритесь тут в общем тут такое дело в салере пропала книга и мы пытаемся найти совместно восстанавливал картину событий что предшествовали пропаже книги жене лишь поняла бровь его пассивно посмотрел на меня даже в свою очередь пожал плечами какую еще книгу который мы с тобой прочитали вчера еще днем зачитали до конца польша записываю сдачу я бы даже тебе ее показала но и уже взяли а точно же девочка рассмеялась а мы с пашком лишь переглянулись я совсем забыл простите пожалуйста что вам пришлось потратить столько времени ничего страшного главное чтоб все кончилось хэппи эндом дело раскрыто только выду пошел медно разворачиваюсь направлять к выходу из библиотеки ну до встречи глупо наверно умнувшись попрощался я и с неким чувством неловкости пошел вслед за пашей знаешь мне кажется это какой-то ров а человек когда мы вернулись на площадь и присели на лавку под битвями дерева под битвями дерева 5-7 в тенях валит да так хотел бы закурить но уже достав пачку вынимая сигарету во время остановился знаешь мне кажется мы зря журничали с обходными почему вы типа поход до сюда могли бы падить какую-нибудь ситуацию которую бы жирала наше время или что-то типа а это оригинал именно на этом и работал по типу что если сидеть на нами взять по типу что если сидеть на одном месте и жопу присылать квадрат побыть скульт подсмертная как в реальной жизни вот когда где было куда-то ходил то там всегда блик событий типа как по скрипту блять мы в игре тоже состоит из одного большого скрипта не но я не в прямом смысле ладно я понял о чем ты нам нужно больше шляться чтобы flex настигнуть ну или чтобы подвернулся сущий или повод его устроить на это типа такое пособие ну или вдохновение для всяких неудачников которые сидят на жопе и ничего кроме ничья не делают а не хикамори ну вот да для них чё кого молодежь раздался за спины почему обладатель голоса вышел к нам и присел рядом сетим где придумаем о суете как бы нам навести суету а и что какие мысли чё с книгой кстати лучше не спрашивай очередной стыд не совсем хотя ладно да и к словам мы так и не взяли книжки так что flex на берегу под солнышком отменяется ты говоришь словно это целая эпопе сходить снова до библиотеки лень матушка яс как следы успехи да норм вроде объясним ей на свободном примере что пошел очень любит детективные истории пытается всегда вжиться в роли мысли вжиться в роли я по жизни нуарный детектив если чё я не спорю если бы я начал ей это объяснять она бы не поняла поэтому пришлось выкручиваться при опроще я сказал ей что ты как она мысли она любит романтические истории хочет быть их частью а ты детективный даже всегда выбрать ситуации похожие на эту с книгой как детективное дело в общем она поняла всю соль и жаловаться не пойдет однако не даем ее по мелочам откроется еще а это смехнулся полис карманы сигаретами в тот же миг чертыхнулся вновь откидываясь на спинку лавочки точно же она же самоубывца бля ебать я думал там написано самоубийца и самоубывца это я типа от своего прочь блядь она все в пилу самоубывца но немножко не так как написано все 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 вот эти совпадения обожаю да 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 можно взять сайори лену и устроить чик-чик суицид клуб блять ты чё такой зануда ебаный ебаный эти нормально не живется объясни да шучу заебал шутки у тебя ой кто бы говорил опорой то смешнее падает с поляны чем ты шутишь а я не претендую на звание море с годой из чё все все хватит да он прав ссори за саюри царянчики за нацики срезаю срезаю ли получается через соломинку за у монику на что мистер недовольство пока 22 к 22 га покурим заебал вот цыглы кстати но идите мне пока не хочется я вас тут подожду смысле а как же наши групповые x3 курения и обмен дымом то все круто конечно у нас тут напоминаю невидимый барьер за пределами лагеря а сигареты не вечные так что у меня бог в рюкзаке лежит до твоими зубочистками не накуришься нифига но но тонкий синий винстон это лучшие сигаретки я сигаретки это дерьмо она селитра и нихуя больше блять вот хвала иисусу я застал времена нормальных сигарет или наоборот это плохо и сейчас глебать хочется ну так бросай я курил уже пол века и не силу воли не хватает чину хай ту сигарету вот какого хера а то даже не хотел уйти курить я с тобой звездная лисичка он выхотел из моих рук сигарету после закуривания разговоров то было вновь вернувшись на площадь мусить на ту же скамейку во время прикура и не сбегал до домика и притащил книгу с явным желанием так и почитать я был не против а вот хоть воротил носом неудобно их читать и так далее да и хер с этим хайдом только и подытожил я мысль пододвигаясь ближе к денису что-то прям колено так что он был максимально ближе ко мне и положил на него к нему давай будут текст пока читать потом вот из-за ведущего а я доктор ну вот так из интервью который специальный корреспондент сейчас вообще армонского радио взял доктора валентина пельмана по случаю присуждением последнему нобелевской премии по физике за 19 1900 год вероятно вашим первым серьезным открытием доктор пельман следует читать так называемый радиант пельмана полагаю что нет радио пельмана это не первое несерьезное и собственно не открытие и не совсем мая вы вероятно шутите доктор радио пельмана понятие известно всякому школьнику это меня не удивляет радио пельмана и был открыт впервые видно школьникам сожалению я не помню как его звали смотрите уже у посмотрите у сана в его истории посещения там все подробно рассказано открыл радио впервые школьник а публикового координаты впервые студент а назвали радио почему-то моим именем на с открытием с открытием происходит иногда удивительные вещи не могли бы вы объяснить нашим слушателям доктор и вы прервав наше прекрасное чтение а клика у нас рыжая особо подходя ближе нахально за ты не глядывай в книгу перекрывает на обзор и тебе привет алиса на надо отмахнулась она отпахнулась от него одна выпрямляюсь добрый день товарищи пойдет пипком потянет что тут у вас за ролевое чтиво чего читаете и книг на обочине и как интересно уже не просто так спрашиваешь верно него поинтересовался хотят смотря куда-то вдаль ну в общем то да мы собираемся в карты поиграть нам одного игрока для пары не хватает это приглашение типа того но если одного не хватает то будет как раз если мы втроем присоединимся насчет всех не знаю там касается белокрой все решает может и много уж чересчур будет народу заведуют азартными играми электрик ответил хайд подумай с места я взяли идёте или читать дальше быть я прогнал в гоя наш с денисом диалог о том что в рамках этого болота скипать и винты чревато отсутствием какого-либо двери ну тулин тогда и бэнк в деле flex на пределе а ей у столовой стопил все народе явно замышляющее что-то вроде азартных игр или массового дебоша против нынешней власти принимайте пополнение о привет вы к нам в игру да мы уже у вас в игре дарова-дарова ну что играем дурак техасский холодом я лица ну вообще нет я придумал одну занятную игру этом просты и очень понятно ну давай рассказывай ну в общем идея сна поинтересовался у нас рожки наконец рассказал свои чудо игры ничего не пони ничего не понял честно говоря типа ну так что вы будете играть погодь секунду пойдемте к на пару слов против себя как там зенисом манил за собой чего-то у дуба то что он сейчас стирал это не игра коровья лепеха а лично вообще не вдруг не ученых хотел ну дятину какая-то предлагаю нам слегка изменить это мероприятие алкоголь и секс под битец но но ссср секса не было только любовь дружба жвачка жевали резиновое изделие номер два надо в общем у меня есть план ай ты вроде как сказала вести себя тихо не бланить не отсвечивать не вклиниваться в сюжет и так далее а мы не будем шуметь да и действие пойдет согласно со сценарием ребятки должны играть в карты по канону ведь так вот и поиграют только в более интересные игры ну давай валяй все просто вызываем народ в банку и плюс минус за полчасика до отбоя надо туда забориться медпункте я приметил спирт блять хай тихо-тихо там не сотка почти просто разбавим с водичкой 40 на 60 или 50 на 50 и будет как водочка сочная грех отказываться кстати наше время то нормальный медицинского спирта не найти даже по рецепту так что это шанс тряхнуть стариной хоть мы с денисом не жили сто лет и не пили трушного медицинского спирта так что трясти своей стариной только для тебя перспектива а нам умирать не хочется не от спирта по крайней мере тут цыглы я думал что умру в поезде или ослепну да я слеп по сути видел свет только какой-то до сих пор шок слизистую и голова воспоминаний в этой об этой картинке кругом идет но тогда возьмем чего полегче тут есть административный корпус так ведь вы хороший человек на управляющей должности не держит вся бы точку конечка в стойке он блять чертов гений размышлений в общем план такой сейчас надо сагентировать как можно больше народа чтобы было максимально весело как я говорил забуриваемся в баньку берем перчику и карты и будем рубать дурака охуенный план на раздевание именно отменный отменный план но вопросе кто согласится на это мероприятие думает что пионерки побегут с вами голову я вот так не думаю не думай чувство за что мне это так это на что мне за что мне это аква ад и кунду если не сразу согласятся то по мере употребления алкоголя попробуем говорить к тому же я планирую точнее деталь что раздеваться будем вплоть до нижнего беля не целиком но это все меняет еще как меняем похабанно улыбнулся каждом пионеркам одеть купальники девушки не стесняются родители то странно ведь по сути это тоже ниже тоже нижнее белье не суть это всегда работает но я сыглую ну узнает хай план такой себе и мало вписывается в не высовываться не высовываться да нормально все будет карты банька до пузыря для названия твоего нового мода я больше не пишу моды здравствуйте не дай боже ты больше не будешь отмуду ты чё такой талант нападает гулять северо-запада юга востока татьяна до кримсона отсылочка к вей а именно так что я согласен ну похуй погнали тогда пойдем ориентировать народ и еще киберпанков надо споить спиртягой сходу чтобы они первые отлетели как порно быстрее а нахуй их звать вообще туда чтобы не обиделись это когда это тебе стало не похуй на чьи-то обиды постарел подобрел товарищи пионеры минуточку внимания не успев дойти до ребят начал издалека хайд как официально что удумал развлечение на миллион что это за развлечение такое предполагаю нам слегка разнообразить 9 товарища сыроежки плане в прямом вот какой у тебя план там был напомним собраться в столовой после ужина и сыграть мини турнир чел это не до чтобы турниры будем сидеть остатки чая и катать странно непонятную игру нет я конечно ничего против не но раз у всех тут есть желание поиграть в карты у меня есть контур предложения рыжая была действительно заинтересована поскольку подошла ближе кайту видимо чтобы не упустить ни одной детали берем карты идем в баню и режемся у дурака режемся на раздевание до купальников которых нужно всем обязательно прийти ну если не стесняетесь можете и без них сразу в лоб молодец а ты немного хочешь просто выпить расслабиться в банке в компании а игра в дурака это так развлекало и бонус к выпивке которые я и мои кобрады с радостью поделимся со всеми кто придет на эту вечеринку выпивки да немножко спиртного чтобы повысить градус веселья в общем думайте сами вести смену по дефолту в скукоте и лагерных обязанностях чтобы потом уехать домой и забыть об этом лезть через минут 20 или же немного покрались в конце концов это неплохой повод и возможность всем пообщаться в более открыто а мне лично узнать вас всех получше алкоголя немного так что зюзи не нахрюпетесь и думаю что это хорошая идея во первых улажатая можно застукать а там полесят голову а я серёг можно тебя и сашку на секунду не слегка отвел в сторону гибернетиков и принялся им что-то нашептывать допустим где кажется мне интересно начала алиса подойдет кайту еще ближе и стараясь что-то разбить его в глазах допустим у меня есть купальник допустим значит на тебя брать стаканчик а где гарантия что ты и твоей дружке адекватный никаких гарантий на твой страх и риск я за них вообще не ручаюсь мб они психи кончены спасибо я же любя чё ты дышишься и вот видишь он совершенно безобильная кроха это идешь на наше банное алкопатили или предпочеркнул кищаем копание двух прекраснейших кибернетиков а ты хитрый засравец я в деле славно а можно вопрос конечно идти играть в карты обязательно может просто посидеть болтать не вопрос покупальник обязательно обязательно это будет у нас как дресс-код и да уточню у паник под формой они за место нее и так понятно было умник но мне кажется что это хорошая идея поэтому я не уверен что смогу пойти с вами не это кажется мощнее культурными постановите с мальчиками вместе в баню да еще и выпивать это может привести к большим проблемам ведь гормоны пубертат ол-оу-оу начухать останавливая речевой всплеск со стороны миг простите голова закружилась спасибо хай обращайся и так тогда миг он ты должна дать своего пионера что никому не расскажешь под наше детство ну не кусь мигушка мигами камень и мы же все тут подростки об этом смешок ой ой простите пожалуйста закончил для это это действительно так смешно может это я просто блять не шарю да ссори за привет ребята я не опоздал продал за моей спиной а чего я потерял немножко потерял немножко свал где-то внутри своего того пола а город ли уханью о паша ты тоже говоришь на группа японский балк и здорово почему ты не говорил этого не говорю я же упоминал что у меня японский корни так вот миг убегусь пойдем подойдем с тобой поговорим немножко тоже любишь музыку верно а это в носе ей и подошел чуть ближе отводя в сторону а что тут происходит мы тут собираем людей на супер классную прекрасный четко прикольно веселую вечеринку где будем пить невкусные и горькие штуки играть в карты и просто flex а что сыграть серёжа ну вот наша вечеринка как раз за место этой самой игры будет сейчас мы решаем вопрос участников не хочешь пойти с нами ну не знаю а что вы конкретно хотите там давай я тебе все расскажу хорошо ленты пойдешь царя то что колесе а я в свою очередь немного палуба садок странно какое-то чувство возникло вот отвечаю будь это реально и р.л. я бы вообще с ней разговаривать не стал вот прям сто тридцать процентов информации а тут тянет на поговорить непонятно все вопрос зубриом не решен и как ты болтал я сказал что это их реально шанс узреть поугольники женские тельца ведь они могут применить свои светлые умы и вычислительные навыки чтобы считать карты и выигрывать и девчонок ну я не удивлен от говорит не освечивайте не рыпайтесь а сам возвращать советскую интеллигенцию ужас да и только купальники это не разрад так что хотя вот именно тела вопрос смеку я решил нужно покурить быть рель совместно и сзади турец словесный за дело понимаю да не просто курить хочется точнее хочется похавать а чтобы не хотелось хавать я понял тебя и так он лопнул хлопнул в ладоши то в деле я ведь не обязательно верно конечно там все пожелали не хотите пить не пейте и хотите в карты пожалуйста тогда я я тоже но и мы с серёгой отлично тогда делаем так кибернетиков и вот этих троих оставляем от альбляйсь еще взяли надо когда делаем так есть одна проблема какая карту у олеги дмитриевны считая что они уже у нас еще вопрос в предложении нет славно и так нужно чтобы серёга и шура покололи дров для бани до 100 3 чтобы там отвиснуть на пару часов мы с моими коллегами добудем карты и выпивку мб даже чего пожелать девушки вам предстоит расчехлить свои купальники и да парни если есть купальные плавки тоже их 5 сборная пирси за полчаса до отбоя тем честно на сегодня все я уже немного раздупляюсь вроде как еще немного осталось ну думаю на сегодня и на завтра хватит как раз вот как я планировал недельку постримить так очень довольно таки веселый мод забавный прикольно читать мне нравится ну блять на стриме это конечно пирже выглядел поскольку там склад было я в соучитаю но все равно ну тогда на этом на сегодня все до завтра